приветствую всех сегодня мы с вами научимся выгружать разработанный нами сайт точнее его фронт-энд часть на хостинг github чтобы любой пользователь интернета мог ввести адрес нашего сайта и посмотреть его веб-странички у себя в браузере для этого нам понадобится регистрироваться на сайте гитхаба для этого нужна электронная почта я выберу свой почтовый ящик gmail для регистрации предварительно создам потому что я уже регистрировался на гитхабе так имя должно быть достаточно уникальным придумываю дальше нужно получить смс с кодом и ввести этот код я создаю указываю дату рождения и вот захожу готовый пустой ящик электронной почты использую его при регистрации регистрироваться будем на сайте гитхаб выберу адрес электронной почты копирую кликаю на гитхабе вверху справа sign up то есть зарегистрироваться зарегистрироваться вписаться на этот сайт ввожу адрес электронной почты кликаю в континне дальше придумываю сложный пароль в котором есть маленькие буквы, большие буквы, цифры и он достаточно длинный придумываю достаточно уникальную людьми обычно это имя, фамилия и какая-то цифра в конце дальше набираю n и кликаю еще раз continue кликаю старт пазл выбираю спиральные галактики из набора картинок что от нас требуется согласно тексту проверка не робот ли я то есть не программа ли я кликаю create account дальше получаю письмо от гитхаба на электронную почту копирую номер код из этого письма и вводу его на странице регистрации дальше выбираю just me например и continue далее просто кликаю continue и слева в колонке free внизу кликаем continue for free можно не можно не выключать дожидаюсь окончания заставки кликаю справа вверху на знак плюс кликаю new repository и придумываю некоторое название давайте договоримся так все мы наберем здесь в адрес у сайтов наших все равно будет разный потому что в нем будет отличаться имя пользователя никнейм который вы использовали при регистрации на гитхабе а вот эта часть адреса будет одинаково нам же получится что адреса у всех уникальны кликаю внизу create репозитории дальше получаю набор инструкций но эти инструкции я могу выполнить только если на моем компьютере установлена программа гид сейчас я буквально нескольких секунд сделаю так чтобы мой компьютер находился в таком состоянии как если бы я никогда не устанавливал программу гид на него и никогда еще не пользоваться вам это повторять не нужно если вы раньше не пользовались далее нужно загрузить себе программу гид установочный файл на компьютер теперь набираем не гидхаб а гид обязательно не перепутайте кликаю download for windows выбираю 64-bit git for windows setup 64-разрядная версия для операционной системы windows с установкой и скачиваю этот файл я его скачал в загрузке вот он у меня когда загрузка завершилась я запускаю этот файл разрешаю ему выполниться установку дальше кликаю next 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 можно выбрать user true type font дальше кликать только next и не менять никаких настроек для начала сойдет и так все эти настройки не очень принципиальные они содержат дополнительные функциональности совершенно не основные те которые ежедневно приходится пользоваться людям которые пользуются программой git мы сегодня используем только для одной очень-очень узкой специализированной цели выгрузить вытолкнуть наш фронтенд в интернет для общего доступа и дальше выбираю в контекстном меню git bash и далее набираю такие команды о которых подробно сегодня я рассказывать не буду но сегодня их надо просто как некие заклинания произнести и все выполнить в консоли детальное их понимание никак не улучшит сегодня процесс нашей выгрузки сайта далее первая попытка выполнить следующую команду проваливается первый раз следующая разве она будет у вас успешно выполняться выдается в подсказке две команды которые надо дополнительно предварительно выполнить я копирую вставляю первую и редактирую и здесь внутри двойных кавычек вместо электронной почты примера ввожу тот адрес электронной почты на который я производил регистрацию на сайте на сайте на сайте гитхаб прошу прощения между кавычками выполняем эту команду копируем следующую команду вставляем с помощью клавиатуры редактива убираем пример имени и вставляем то имя с которым вы зарегистрировались на гитхабе у меня это Юрий Дрофименко 5 то есть никнейм на гитхабе далее пытаемся повторить команду git commit на этот раз она удается из инструкции берем еще несколько команд куда я к сожалению время сегодняшнее видео не позволяет подробно разобрать но это особо сейчас не нужно главное просто сделать то что нас просят вот последнюю команду я сразу выполнять не буду я кликну вместо этого по главному меню на гитхабе на новой вкладке не закрывая текущую внимание открою settings текущую не закрывайте с инструкциями пригодится нам скролю вниз кликаю developer settings выбираю personnel access tokens кликаю generate new token здесь ставлю прочерк где написано ноут там где 30 дней написано беру без даты истечения у меня этот токен токен это наподобие пароля пытаемся выложить сайт вот сюда учетную запись на гитхабе система нас спросит а кто вы а мы токен предъявим и сейчас генерируем вот обязательно скопируйте его и не теряйте потому что больше гитхаб вам второй и третий и так далее раз не покажет его где-то надо сохранить файли типа блокнот в текстовом файле у себя компьютере и так далее я вот сюда временно вставлю в адресную строчку теперь зачем он нам нужен я должен предупредить что в локальном каталоге где файлы сайта у вас находятся у вас должно быть включена видимость скрытых папок и файлов я показываю на примере windows 7 если у вас windows 10 или 11 или macOS или linux ну посмотрите как там выбирается видимость скрытых файлов и папок нам надо увидеть скрытый каталог .git который программа git создала внутри нашего каталога с фронтендом там с помощью блокнота или другой программы но не сильно сложного текстового редактора открывайте лучше с помощью элементарного блокнота открыть вот такой текстовый файл который называется config дальше копируем токен аккуратно ставим курсор после двух слышей вставляем сюда токен и еще набираем знак собачка перед словом github вот знак собачка разделитель сохраняем файл в таком виде и можем закрыть его после этого возвращаемся в командную строку и пробуем выполнить последнюю команду которую нам рекомендовал github копируем ее подставляем в консоль и выполняем скорее всего она удастся после этого перезагружаем веб страничку и видим что все наши файлы и папки с локального компьютера скопировались в интернет но дальше мы должны опубликовать этот сайт то есть создать адрес по которому все смогут его открывать мы кликаем settings далее мы находим такой подраздел как pages здесь там где написано на нон кликаем и выбираем main и кликаем далее save дальше возможно надо перезагрузить эту веб-страничку и вернуться кликнуть веб-интро и опять нажать settings должен быть создан адрес по которому мы сможем открывать этот сайт и веб-интро пройдет некоторое время после которого будет сгенерирован адрес дождаться дождаться вот видите я почти в течение минуты периодически перезагружал веб-страницу и дождался что после очередной перезагрузки появилась вот такая надпись your site is live at и вот такой вот адрес давайте-ка кликнем по этому адресу вот но мы видим что у сайта нет стилей не работает переход по страничкам и мы возвращаемся назад возвращаемся немножко назад в чем проблема дело в том что сейчас главное файл это index.html уже находится в интернете но он не может найти файл стилей файлы картинок файлы логики javascript потому что потому что у него вот такой вот базовый адрес стал новый мы должны этот базовый адрес у себя на компьютере изменить в файле index.html ищите ищите такой тег как base далее удаляете текст который написан между двумя слышами и точка github вот посерединке удаляем это содержимое и вставляем сюда это ваш никнейм с github все остальное остается как есть если конечно вы задавая адрес сайта как и я набрали веб-интро сохраняю это изменение в файле index.html возвращаюсь в консоль в командную строчку и повторяю следующие команды во-первых выполняю команду git add точка во-вторых повторяю команду git commit только вместо init я напишу что-то другое например fix fix base address это просто комментарий к тому что я делаю здесь можно любой текст даже на русском языке или на любом другом выполняю эту команду то есть git add точка и команда git commit defice m и в двойных кавычках чего-то написать две команды последовательная выполнил чтобы зафиксировать мои изменения в файле index.html дальше я набираю git push и жму enter это была последняя из трех команд необходимых чтобы наше обновление с нашего компьютера ушло в интернет и это обновление оно может не сразу примениться можно перейти на сайт а тут по-прежнему ну в общем-то нету или да ничего не работает чтобы ускорить процесс обновления можно очистить кэш в браузере нажать ctrl-shift i ctrl-shift-delete ctrl-shift-delete три клавиши одновременно выбрать надо за все время удалить изображение и другие файлы сохраненные в кэше то есть удалить кэш и кликнуть удалить почистили браузер от старой версии и вот посмотрите перезагружаем после этого страничку видите по какому адресу она теперь находится она в интернете адрес такой https двоеточие два слэша дальше ваш никнейм .github.io слэш и дальше адрес сайта веб-интро который мы с вами использовали и все и вот мы попали на главную страничку нашего сайта если мы кликнем о фронтенде видите добавляется здесь в конце адреса слэш фронт и содержимое страницы меняется так запрограммировано у меня на языке javascript filescript.js кликаем в бэкэнде и опять меняется раздел отображаемый кликаем главное мы возвращаемся в раздел главный обратите внимание на вот этот значок круглая стрелка он не мигает не превращается в крестик то есть не сигнализирует нам о том что страница перезагружается при переходе по разделам страница не перезагружается она одна и та же индекс html клики по надписям главное фронтенде и бэкэнде этим гиперссылкам обрабатывает логика которую я написал на языке javascript и сменяет просто содержимое содержимое этой одной и той же страницы в общем секрет но все готово то есть разработанный небольшой контент демонстрационный сегодня был подготовлен отправки в интернет отправлен скорректирован адрес и вот пожалуйста он работает теперь можете если угодно если угодно поредактировать допустим эти файлы ваш аватар собственный поставить указать в файле index.html ваше собственное имя и фамилия вместо текста имя и фамилия подставить опять что нужно для обновления будет выполнить повторить команду git add. команду git commit написать некоторые комментарии к изменениям и команду git posh после этого нужно опять в браузере нажать ctrl shift delete удалить кэш и перезагрузить страницу я покажу это напоследок например я указываю мое имя и фамилию не забываю сохранить изменения в этом текста файле index.html теперь его можно закрыть и идти в командную строку повторить команду git это точка повторить команду git commit и здесь я напишу fix name исправленное имя и наконец команду git push для отправки этих изменений в интернет далее в браузере нажимаю ctrl shift delete комбинацию кликаю удалить данные обновляю страницу они готовы видимо пока не готово было изменения я уже поспешил вернусь на github главную страницу открою список моих репозиториев репозиторис выберу единственный репозиторий webintra который сегодня создал кликну по адресу сайта и вот личный сайт юрия трофименко меня зовут юрий трофименко а вот здесь могли бы например еще изменить и картинку которая называется аватар на ваше фото например какой-то логотип и так далее осталось прежним работает вот так чтобы поделиться с другими пользователями интернета скопируйте адрес этого сайта передайте им они откроют у себя в браузере при подключенном интернете конечно увидят ваш сайт вот покликают вот переходят по разделам и ну что вы уже умеете минимум выгружать контент сайта в интернет для демонстрации вам благодарю за внимание и команды которые я использовал а также адреса сайтов будут в виде текста под этим видео ну а на сегодня спасибо всем за внимание до свидания до свидания до свидания до свидания а и